В 1766 году в Лондоне типографу по имени Джон Спилсбери пришла в голову любопытная идея. Он взял и разделил мир на части. Сборная карта мира Спилсбери стала первой в мире головоломкой. В середине 18 века, не считая нескольких неоткрытых кусочков, мир уже был исследован. Теперь, имея в своем распоряжении весь мир, британцы эпохи королей Георгов путешествовали по земле и под ней, пересекая океаны и континенты, чтобы найти богатства, которые станут топливом для революции. Эта революция создаст современный материальный мир, а началась она в очень странном месте. За чайными столами Британии времен королей Георгов. Что для нас сделала индустриальная революция? Материальный мир. К началу 18 века британцы стали крайне нематериалистичными. Они требовали экзотических товаров. Сахар, фарфор, танковолокнистый хлопок. Но главным их капризом стал чай. Этот древний китайский напиток впервые появился на британских столах в 1657 году. К середине 18 века люди со вкусом больше всего любили не спеша потягивать этот восточный товар, подслащенный карибским сахаром. Они пили из лучшего китайского фарфора, одетые в индийских хлопок, включая индийский набивной калинкой. Это была хорошая жизнь, которую все хотели попробовать. Эта мечта стала реальностью благодаря одному из самых захватывающих приключений в британской истории. Это было приключение, побужденное поиском богатства. Оно началось под землей с поиском минералов, скрытых глубоко под поверхностью, самым важным из которых было железо. Железо — это минерал, который добывают в виде железной руды. Вроде такого вот кусочка. Суть в том, что для того, чтобы из этого сделать железо, нужно плавить его при очень высокой температуре, чтобы изъять из него кислород. Изготовители железа использовали древесный уголь, но к 18 веку его стало не хватать. Они пробовали каменный уголь, но в нем содержалось сера, которая при нагреве вместе с железной рудой делала конечный металл хрупким и бесполезным. Казалось, каменный уголь не подходит, но один человек думал иначе, и его идея оказалась очень своевременной. Здесь, в Коулбрук-Дейли, в графстве Шропшир, железо и уголь находятся очень близко друг от друга. Именно это искал квакер-изготовитель железа Абрахам Дерби. Используя их, он смог заложить основу современного материального мира. Это кокс, в сущности, являющийся углем, из которого удалили серу. В 1709 году Абрахаму Дерби пришла в голову блестящая мысль использовать кокс, чтобы выплавлять железо. В наши дни мы использовали вторичное железо и известняк. Изначально же это была железная руда и известка. Железо накрывается в этой печи до очень высокой температуры. Сейчас Найджел откроет втулку, и расплавленное железо потечет оттуда. А вот и оно. Мне лучше отойти. Это мульда, в которую заливают первичный чугун. По форме она похожа на свинью, которая кормит маленьких поросят. И вот первичный чугун охлажден. Я вытаскиваю его из этой песчаной формы. Мы получили хороший, прочный, годный к использованию чугун. Такой бы сделал Абрахам Дерби. Железо Дерби, выплавленное с помощью кокса, позволяло делать прочную дешевую кухонную утварь, доступную всем. Новые технологии улучшили качество и уменьшили цену металла. За 50 лет Коулбрукдейл стал одним из самых индустриализированных мест в мире. Британия сходила с ума по металлу. Но никто в этом не мог сравниться с Джоном Уилкинсоном. Он был владельцем литейного завода в Бросс, недалеко от Коулбруксдейла. По сути, если нечто можно было сделать из железа, то этот человек сделал бы. Он сыграл ключевую роль в строительстве первого металлического моста. Он строил из металла железные дороги, корабли и даже целые здания. Люди считали его лишь мечтателем, но они ошибались. Изготовители железа 18 века, такие как Уилкинсон и Дерби, заложили основы современного металлического мира. Больше металла означало больше минералов. И их добыча становилась проблемой. Большая часть минерального богатства Британии лежит глубоко под землей. Постоянно затапливаем мы шахт, вроде этой. Соловянная шахта Корнуолла. Здесь вы видите проблему. Вода. Чтобы добраться до меди, олова, свинца или угля, ее нужно убрать. Как ни странно, но лучшим решением проблемы затопления стала сама вода. Иронично, лучшая решение к этому проблеме, оказалось, что это вода. В 1712 году Томас Ньюкоман, изготовитель железа из Дартмута, представил удивительную новую машину. Первый атмосферный двигатель Ньюкомана был построен недалеко от этой современной реконструкции в Дадли-Уэст-Мидлендс. Этот двигатель назывался атмосферным, потому что использовал атмосферное давление, чтобы создавать энергию и движение. Эта модель в доступной форме показывает принцип работы двигателя. Этот стеклянный сосуд изображает цилиндр, а вот тот шприц изображает поршень. В настоящем двигателе поршень находится внутри цилиндра, но для наших целей их разделим. Теперь наполним сосуд паром. Поскольку это не чугунное стекло, то мы видим, как заходит пар. Выглядит мило. А теперь закроем сосуд с паром внутри. Далее я обрызгаю сосуд холодной водой. Пар, который находится внутри, конденсируется. А поскольку в таком виде он занимает меньше объем, то внутри цилиндра создается частичный вакуум. Благодаря этому вакууму атмосферное давление толкает поршень вверх. Таким образом, эта невероятная машина использует воду и тепло, чтобы создавать движение и энергию. Для того времени это почти фантастика. Это как, это потрясающе, машина использовала воду и тепло, чтобы создавать движение и энергию. Это очень-очень-очень фантастично. Это верхняя часть котла, нагреваемого углем, который производит пар. Пар проходит вверх, и через это соединение попадает в большой металлический цилиндр, аналог нашего стеклянного сосуда. Также в основании цилиндра вы можете видеть, как по этой трубе подводят холодную воду, которая конденсирует пар внутри цилиндра. Поршень опускается и толкает вниз большой конец бруса. Так приводится в действие насос, который удаляет воду из шахты глубоко внизу. Это действительно невероятная вещь. Двигатель Ньюкомана действительно великолепная вещь. Первая в своем роде. Это одно из важнейших изобретений в истории человечества. Новый источник энергии. Благодаря ему стало возможным добраться до того олова и угля, что были затоплены глубоко под землей. Будет вполне справедливо сказать, что без этого двигателя индустриальная революция никогда бы не произошла. Пар откачивал воду из шахт и мог дать энергию для завода в Британии. Однако для работы пара нужен был уголь. А вопрос его точного поиска все еще оставался нерешенным. Уильям Смит был геодезистом, чьей страстью были окаменелости. Исследуя земли, через которые нужно было проложить канал, Смит обнаружил странные узоры на камнях. Возможно, страсть Смита привела к тому, что он начал пренебрегать своей работой. В любом случае, в 1799 году его уволили, и он попал в тюрьму для должников. В то же время его идеи о литогенезе высмеивали, а его жена сошла с ума. Этого было достаточно, чтобы довести его до ручки. Смит нашел убежище здесь, в Скарборо, на побережье графства Норд-Йоркшир. Это было идеальным местом для того, чтобы придаться своей страсти и доказать свою точку зрения. Эти скалы, неподалеку от Скарборо, являются великолепной иллюстрацией геологических идей Смита. Как вы видите, они образованы из горизонтальных слоев, которые Смит в компании своих друзей-геологов называл пластами. Каждый слой содержал окаменелости, вроде этого аммонита, первобытного моллюска. Смит заметил, что этот вид окаменелости, этот аммонит, встречается только в одном слое. Ни слоем выше, ни слоем ниже. Он продолжал работу и обнаружил на более высоких уровнях другой вид ископаемых аммонитов. Стало ясно, что пласты откладывались снизу вверх в течение долгого периода времени. Теперь это кажется очевидным, но в то время это была новая идея. Работа Смита представила первое научное доказательство того, что мир создавался в течение миллионов лет. И здесь был не просто теоретический интерес. Смит признал, что если пласты всегда попадаются в одинаковом порядке, то можно предсказать, что лежит глубоко под землей. Чтобы доказать свою теорию, Смит решил показать окаменелости в хронологическом порядке. В 1829 году на побережье Скарбора для этой цели построили музей Ротонда. В наши дни в Ротонде расположена местная историческая коллекция, но во времена Смита это было похоже на прогулку сквозь геологическое время. Здесь внизу демонстрировали самые ранние окаменелости дельтового слоя возрастом до 165 миллионов лет. А здесь в центре окаменелости из оксфордской кирпичной глины возрастом до 160 миллионов лет. А здесь наверху окаменелости из аолитового известняка возрастом лишь до 155 миллионов лет. Повсюду в Ротонде вы можете видеть великолепный бордюр, разработанный племянником Смита. Он показывает и те пласты, которые мы видели на скалах снаружи. А вот это наследие Уильяма Смита. Проект, начавшийся с прокладки каналов, закончился новым видением мира. В 1815 году он опубликовал это геологическое исследование Англии и Уэльса, первой геологической картой в мире. С этой картой стало возможно предсказать, в каком месте под землей находятся залежи минералов. Это очень волнующе. Этот человек, работая в одиночку, без денежной поддержки, создал ключ к богатству всего мира. Что самое невероятное, его карта не сильно отличается от современной геологической карты Англии. На самом деле, система Смита все еще используется сегодня, как для обнаружения нефти в Техасе, так и для поиска минералов на Марсе. Но, несмотря на усилия таких людей, как Дерби, Ньюкомен и Смит, есть вещи, такие как чай или хлопа, которые никогда нельзя будет вырасти, произвести или найти на британской почве. Пришло время искать где-то в другом месте. Время найти недостающий кусок. Для географов эпохи Георгов, этим куском был Южный континент. Некоторые верили, что для того, чтобы уравновесить северные земли и не дать миру перевернуться, на юге должен был существовать огромный континент. 25 августа 1768 года бывший моряк с угольного транспорта из Уитби отправился в путешествие, которое изменит мир. Миссия капитана Джеймса Кука заключалась в том, чтобы сделать важное астрономическое наблюдение 3 июня 1769 года с острова Таити в южной части Тихого океана. Люди надеялись, что, наблюдая за тем, как Венера проходит перед Солнцем, можно будет измерить расстояние от Солнца до Земли. Но было еще одно секретное задание. Секретные инструкции из Адмиралтейства предписывали Куку плыть на юг в поисках легендарного континента. Это была материалистическая миссия. Ее цель – новые колонии, товары и рынки. Кук не смог найти южный континент. На самом деле он даже не верил в его существование. Вместо этого он приплыл к Новой Зеландии и впервые посетил восточный берег Австралии. 19 апреля 1770 года моряки заметили землю. В то время как Кук обозревал берег, ботаник Джозеф Бэнкс описывал растительный и животный мир на берегу. Природа здесь была настолько богатой, что этот залив назвали Ботани Бэй. Эти рисунки показывают нам некоторые вещи, которые они увидели. Это странное волосатое растение было новинкой. Его назвали Бэнкси по фамилии Бэнкса. А на этом рисунке мы видим стремительный образ кенгуру. Больше всего Бэнкса интересовали растения, которые, как он считал, принесут выгоду на родине. Например, новозеландский лен, который маори использовали для изготовления корзин. Теперь это повсеместное садовое растение, а также эвкалипт, который теперь используется везде, начиная от мыла и заканчивая скотчем. Путешествие Кука открыло недостающие кусочки карты мира. Оно обозначило конец эпохи открытий, а для аборигенов, с которыми он столкнулся, конец того мира, который они знали. Также оно посеялось ими на современной глобальной экономике. А Бэнкс, бортовой ботаник, стал тем, кто помог этой экономике расцвести. После возвращения он стал первым неофициальным директором Королевского ботанического сада в Кью. Я приехал в Кью, чтобы встретиться с историком растений, доктором Тоби Мазгреймом. Тоби, расскажите, что же сделал Бэнкс? Он увидел экономическую выгоду в возведении плантаций. Британская империя разрасталась, у нас были все эти колонии, и мы думали, почему бы нам не устроить плантации во всех этих колониях? Взять растения из пункта А и посадить их в пункте Б. Мы сможем заработать много денег. Это была грандиозная идея. По сути, он увидел потенциал империи, как места для выращивания и сбора растений. Он отправил группы людей, называемых охотники за растениями. Эти сборщики путешествовали по всему миру. Назад они привозили все эти растения. Некоторые из них просто красивые, некоторые стали садовыми. Например, герань – замечательный образец из Южной Африки. Одним из растений, в котором Бэнкс увидел потенциал, был чай. Вот он. В то время чай был невероятно ценным товаром. У Китая была монополия, поэтому местные люди подмешивали в него железо, овечий помет и прочий мусор. В самом деле, да, держу пари, вкус был ужасен. Наверное, дело в том, что если бы он был настолько ценен, таким образом можно было увеличить вес. Что-то вроде хитрости. Да, и Бэнкс сказал, почему бы нам не убрать посредник, и давайте сами выращивать чай. Он не смог достать его из Китая, но смог вывезти несколько растений из Индии. Затем он попытался организовать чайную индустрию в Индии, что и произошло позже, в 50-х годах 19 века. Значит, всю эту красоту привезли сюда исключительно из коммерческого интереса – зеленое золото. Но самый денежный урожай не был зеленым, он был белым. Это хлопок. Благодаря выращиванию на колониальных плантациях, используя арабский труд, эта экзотическая роскошь стала повседневной составляющей. Из Америки и Вест-Индии хлопок везли в Ливерпуль, и затем по каналам к фабрикам вроде Кворри Бэнк Милл неподалеку от Стайла. Теперь Кворри Бэнк является музеем, а Валбрайен – домашний эксперт по истории текстов. Это хлопок в своем естественном состоянии. Так выглядит хлопок, когда его собирают. Мы получаем его в виде сырья. Когда хлопок только появился, мы не знали, как его обрабатывать, поэтому мы обращались с ним так же, как и с шерстью. Так мы получили хлопок-сырец. Хлопок-сырец, ну конечно. Хлопок-сырец чесали и пряли из него длинную тонкую нить. Чтобы соткать полотно, ее помещали в челнок и двигали вперед-назад между нитью, натянутой на станок. Но это было ужасной работой. У ткача должны были быть длинные руки, чтобы запускать и ловить челнок через широкий кусок ткани. Вот она основная проблема. Именно так он падает на пол, потому что ваши руки не такие длинные. В 1733 году ткач по имени Джон Кей запатентовал устройство, которое даст потрясающие результаты. Вместо того, чтобы запускать челнок в русную, Кей поместил челнок в коробку. Когда ткач тянул за ручку, молоток запускал коробку сквозь нити. Это назвали летучий челнок. В теории это ведь намного быстрее, верно? Точно. Да, и даже как дилетант я могу сказать, что это огромное преимущество. Это летучий челнок. Он просто невероятен. Мужчины ткали все большие ткани, в то время как женщины и пряхи не могли держать темп. К счастью для них в 1764 году другой ткач по имени Джеймс Харгривз осознал, что одно колесо можно присоединить ко множеству веретен. Он назвал это устройство предельной машиной Дженни. Легендарная предельная машина Дженни. Я никогда не думал, что увижу ее. Это ведь машина для массового производства ниток, не так ли? Да, потому что таким образом один человек, мол, прясть 16 нитей. Вероятно, количество нитей можно увеличивать. Их может быть 20, 40 или 60. Да, оно развивалось, увеличивая количество веретен. Таким образом, пряжи занимаются не в домашних условиях, а в зданиях вроде Квори Бэнк. Это начало современного мира. Массового производства. В 1780 году новая технология подарила британские фабрикам силу пара. Хлопковая ткань, когда-то бывшая дорогим предметом импорта, стала доступна всем. В 30-е годы 19 века во многом благодаря хлопку Британия стала богатейшей нацией в мире. Но это был изнуряющий бизнес. В начале 19 века рабочие вроде этих на фабрике Квори Бэнк Милт кали и пряли от 12 до 14 часов в день. Им нужен был перерыв. Перерыв на чай с сахаром и кипяченой водой без микробов сохранял здоровье рабочих и помогал непрерывной работе. Но дешевые глиняные чашки часто давали трещину. Чтобы избежать этого, люди сначала наливали туда немного молока. Многие сохранили эту привычку и по сей день. В отличие от них, китайские чашки были красивыми и жаропрочными. К сожалению, китайцы держали в секрете рецепт избытовления своего драгоценного фарфора. Британские гончары были полны решимости раскрыть этот секрет. Это китайская фарфоровая глина. Но это не Китай. Это Корнуолл! Под Корнуоллом лежат плотные слои гранита. В течение миллионов лет они раскололись и превратились в мелкий, похожий на мел-порошок. Его попросту вымывают из колон. Его называют Каолин по названию горной гряды в Китае. Сегодня фарфоровая глина используется везде, начиная от зубной пасты, заканчивая журналами. Это второй по величине экспорт Британии. Мы продаем его даже в Китай. Человек, который открыл ее, это любознательный квакерский химик по имени Уильям Кукворти. Он был одержим идеей раскрыть секрет настоящего китайского фарфора. В 1746 году Кукворти посетил оловянную шахту в Корнволле. На шахте использовали двигатель Ньюкомена, чтобы предотвратить затопление. Когда печам двигателя требовался ремонт, рабочие ставили заплаты из местной глины с любопытными свойствами. Кукворти был заинтригован. Он поднялся сюда, на Трегонинг-Хилл, неподалеку от Хельстона, чтобы посмотреть на источник этой глины. Это одна из ям, где можно найти эту глину. Невероятно, но Кукворти нашел неуловимый ингредиент настоящего прочного фарфора прямо здесь, в Корнволле. Кукворти взял с собой эту глину и начал свой эксперимент. В 1768 году он произвел первую вещь из настоящего британского фарфора. Его открытием воспользовались такие гончары, как Веджвуд, Споут, а также Кофли, здесь, в Колпорте, недалеко от Колрукдейла. Здесь у нас есть фарфоровая глина, ее называют Каолин, не так ли? Я высыплю немного сюда. Она очень мягкая. Это, конечно, основа фарфора, не так ли? Да. А с чем ее смешивают? Мы добавляем то, что называют китайским камнем. Это очень похожий материал. Потом их надо растереть, чтобы получился очень мелкий порошок, примерно такой консистенции, и смешать его с водой, чтобы сделать густую однородную жидкость, которая будет течь. Это называется шликер. Это он, не так ли? Именно так. Его нужно хорошо перемешать. Нужно убедиться, что получается однородная смесь. И теперь я выливаю это в форму. Лишний шликер выливают, а то, что осталось, оставляют сохнуть на час. Итак, вот что мы получаем. Удерживаемая гипсом, это великолепная чашка для чая. Молодец. Итак, Кейт, теперь эту хрупкую вещь нужно обжечь. Пойдем к печи? Да. После недели в печи кружку украшают. В середине XVIII века ручную покраску заменили переводной печатью. Эскиз гравируют на медной пластинке, покрывают тушью и используют, чтобы напечатать сотни оттисков. Благодаря этому производители могли массово изготовлять украшенный фарфор, включая имитацию китайских дизайнов. Например, китайский узор, созданный в конце XVIII века с поводом. После еще одной недели в печи чашки глазируют и обжигают смогу. Это невероятная красивая вещь. Я полагаю, что благодаря этому такие вещи стали доступны для большей части общества XIX века. Они были намного дешевле. Очень красивая вещь. Я горжусь тем, что принимал участие в ее создании. Благодаря массовому производству и механизации вещи, которыми раньше наслаждалось избранное общество, например, чая, хлопок и фарфор, теперь были доступны всем. Британская страсть к экзотическим товарам, вроде чая, хлопка и фарфора, вдохновила революцию. И сегодня практически все, что вы положите в вашу тележку, начиная от глянцевых журналов, сделанных с использованием фарфоровой глины, чая и полотенец для посуды, даже сама металлическая тележка, сделана благодаря страсти людей эпохи Георгов к хорошей жизни. Британия создала современный материальный мир. Редактор субтитров А.Семкин